Почтальон Шарик Друзья, давайте-ка его в дом заберем Угу, и маму в дом Только мамы нам не хватало А вот интересно, чей он? Как чей? Он наш А вот и не наш Корову у нас чья? Государственная Мы ведь ее на прокат взяли Значит, и теленок государственный Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста Коров государственные А все, что она дает молоко или телят Это уже наше Вот ты, дядя Федор, сам посуди Вот если мы холодильник на прокат берем А он чей? Государственной Правильно, дядя Федор А мороз, который он вырабатывает, чей? Мороз наш Мы его для мороза и берем Мы брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось Шарик, по квитанции Корову реже дна Брали мы ее одну по квитанции И сдавать будем одну, чтобы не нарушать Отчетности Ой, не пойму я, чего вы спорите Ты ж, Матроскин, собирался корову, ну совсем покупать Вот и бери, ну совсем С теленком Я со своей муркой ни за что теперь не расстанусь Я и так счастлива была А теперь в два раза счастливее стану Потому что у меня две коровы есть Гаврюша, ко мне Гаврюша, лежать Голос Гаврюша, взять Я к вам по делу пришел А вы бодаться Мало того, что из моей шапки сделали Не шапка, а одна вентиляция Ох, сколько дырок А по какому делу вы пришли? Я вам посылку принес Только я вам ее не отдам Потому что у вас документов нету Рано вам еще документы иметь А хвоста там документы вообще не положено А зачем же вы посылку принесли? А затем, что так положено Раз посылка пришла Ее нужно принесть А раз документов нету Ее не нужно отдавать Я теперь так целую неделю ходить стану Отдайте сейчас же нашу посылку А какие у вас документы? Усы, лап и хвост Ну вот мои документы На документах всегда печать бывает Есть у вас печать на хвосте? А? Нету? А усы и подделать можно Это, наверное, мне фоторужье пришло Да Небось, больших денег стоит Да Я вот что придумал Что? Мы такой же ящик найдем Как у Пичкина А? А? А и когда он снова принес То что? Да ящик ему поменяли Ура! Гаврюша, ко мне Дай лапу Кто там? Это я Почтальон Печки Принес посылку Только я вам ее не отдам Потому что у вас документов нету А мы бы эту посылку И сами у вас не взяли Зачем он-то нам гуталин? Какой такой гуталин? Обыкновенный Который ботинки чистят Все Это кто же вам столько гуталина прислал? Вы что, гуталиновую будку открываете? Это мой дядя прислал Он у нас же живет на гуталиновой фабрике У него этого гуталина Ну просто завались Вот и шлет Кому попало Гуталин там или не гуталин А посылку я вам не отдам Я вам не дурачок Кто там? Это ты говорил-ка Там, а я здесь Повалкывай себе И я вас попрошу Птичку нашу не обижать Да ладно вам сердиться-то Идите лучше чай пить У меня все на столе Прошу, товарищ Печкин Садитесь, пожалуйста Дайте мне вон те конфеты Очень они замечательные Отдай, отдай Это моя конфета Вот, до чего бегают люди До чужого добра Жадные Ну, Шарик Будешь ты теперь фотоохотой заниматься Будешь сверей фотографировать И фотографии в разные журналы посылать Правильно Где платят больше Не скучай, дядя Федор Держись Скоро приедем Всего одно платье осталось Папа и мама Субтитры сделал DimaTorzok Фу До чего же дичь пошла бестолковая Я полдня за ней бегал Чтобы сфотографировать Это еще мало Теперь ты еще за ним Полдня бегать будешь Это почему же? А чтоб фотографию отдать Здравствуют наши родители Дорогие вы мои Родные вы мои Поправились-то как? А загорели-то? Здравствуйте С прибытием Здравствуйте, здравствуйте Дорогой Игорь Иванович Ну хотите, гражданка, целоваться? Давайте сначала конфликт разберем Какой такой конфликт? А такой-такой Посмотрите Что они с моей шапкой сделали Через нее теперь хорошо вермишель отбрасывать Послушайте, товарищ Печкин А вы помалкивайте Таких, как вы На шапку троих надо Ладно Ладно, товарищ Печкин Вот вам головной убор Успокойтесь Только, пожалуйста Хорошо Бывает почта полевая А у нас морская будет А давайте я вас на память Из-под ружья щелкну Не надо меня из ружья щелкнуть Я, может, только жить начинаю На пенсию перехожу Да, я многое поняла И если бы у меня была вторая жизнь Я бы провела ее здесь Простоплашен Простоплашен